НА МАСИЛЬ Мы продолжаем играть в Ведьмак 3. Дикая охота И надо сказать, я по вам дико соскучился Я как обычно, короче говоря, некоторое время не играл в эту игру, почитал комментарии под последней серией, там на удивление не так много осуждений уже по поводу моего выбора, я просто посчитал, насчет Трис я имею ввиду, просто посчитал, что если уж ты хочешь вести себя как мужик, то ты должен выбрать одну какую-нибудь даму, либо Йеннифер, либо Трис, а не мучить их обеих, давая им ложную надежду, ну чисто так вот, по логике. Если, конечно, у тебя не в планах там тупо потрахаться, а именно какие-то дальносрочные отношения, долгосрочные, и поэтому люди в комментариях, в принципе, они как бы тоже примерно так и отнеслись ко всему к этому, были, конечно, такие, которые говорили, надо было и с той, и с другой мутить, или там Трис лучше, ну это как бы просто мнение, да. Собственно говоря, короче говоря, среди прочего мы с вами с Дикстрой решили вопрос по поводу того, что у нас тут будет какая-то работа в плане того, что нам, судя по всему, нужно будет убить короля Родовида, и это, наверное, будет круто. Я, опять же, выполняю это не для того, чтобы там, как я уже говорил в предыдущей серии, не для того, чтобы обезопасить там своих близких, не для того, чтобы как-то сделать хорошее или плохое дело. Здрасте, ты опять тут, что ли? Я это делаю просто потому, что... Выходи на бой! В этот раз ты так легко не отделаешься! Чё, торпед с собой взял, что ли? Короче, я это делаю просто потому, что это офигительно интересно, по-моему. Ну, и Родовид раздражает. Слушай, может, его уже отправить домой? Ну, хотя, давай, он сам на это нарывается, поэтому... Переспрашивал. Раз уж собрались, установитесь. Ну, как бы, это же они начинают, не мы, верно? До свидания. Так, с вами что надо делать, я не помню. С щитовиками. Играл просто... В другую группу, в общем. Не буду говорить какую-то, там управлены совершенно по-другому. Ну, давай. Я его убил? Я его окончательно убил? Я надеюсь, ты больше не будешь меня доставать. Так, меч из Дориан. Мое путешествие и дневник, посвященный прекрасной женщине на свете. Деви ягодки. Я жду ваших мнений по поводу того, что, собственно, я сейчас сделал. Я все-таки убил этого чувака, хотя мог его отправить домой. Я просто считаю, что каждый должен отвечать за последствия, и если ты нарываешься на смерть многократно, то в итоге она тебя, наверное, все-таки найдет. Ну, такое мое мнение. То есть взялся за меч, будь готов умереть. Таков мой обед, странствовать по деревням славной земли Велинской, воспевая хвалу Деви ягодки, чтобы восславить несравненную красу и невиданное очарование. Дева ягодка, без сомнения, наиразумнейшие, наимудрейшие и сострадательнейшие из всех существ, живущих ныне и живших прежде в этом несовершенном мире. Тех же упертых глупцов, кто скажет иначе, не мешкая буду знакомить я с моим родовым мечом. Не дали, как вчера, наткнулся я на некого господина, ласкавшего шлюху, и дерзновенно называвшую ее мой прик... О, господи, он еще конченый и долбанутый на всю голову. И до того это меня разъярило, что я предложил разъяснить глупцу... глупцу, глупцу. Всю глубину его заблуждения. Он отказался, когда я предложил настаивать... продолжил, вернее, господи, что я сегодня настаивать на своем, бежал. Вот уж воистину, земля трусами полнится. Я не успокоюсь, покуда не донесу до всех местных жителей, что восхвалять следует лишь Деву Ягодку и ее одну. Ну смотри, чем это для тебя кончилось, парень. Я думаю, что ты переборщил. Так, хорошо. Меч, в принципе, неплохой. Давайте посмотрим на него. Вполне себе красивый. Но, тем не менее, ничего сверх выдающего себя в нем не вижу. Ну, прикольно, да? Ну вот, чувак, и закончилось твое путешествие. Больше никто не будет восхвалять Ягодку. Потому что, сколько веревочки не вейся, конец всегда будет. Мне ему немного жалко. Но при этом мне ее не сильно жалко, честно. Седой, айди сюда. Че такое? В чем дело? У нас, сударь-ведьмак, беда. Ищем ураненного товарища сюда. Мы найти его не можем. Бедняга должно быть кровью истекает. Вы ведь разных чудовищ выслеживаете. Айди сюда. Так, может, ты к нему приведете? Мы хорошо заплатим. Ну, это ловушка определенно. Ну, давай, хорошо. Седой, айди сюда. Пойдем? Почему бы нет? Время есть. Ну, так ведите, сударь-ведьмак. Седой, айди сюда. Как можно скорее, а то ведь несчастному помощь требуется. Ох, мухные парни. Может, вы сперва мне дадите след? Седой, айди сюда. Бежал он к порту. Из каналов. Седой, айди сюда. Вонь сточных вод я везде узнаю. Так, хорошо. Кстати говоря, спасибо большое. Шла 50-я серия. Артурка только научился жмякать левую сиську на геймпаде. Таким образом находить, собственно, где находится моя цель сюжетная. Спасибо большое. Что же вы мне раньше не написали? Или вы мне писали, но я не увидел. Но я обычно комментарии все читаю, верно? Не знаю, короче. Глазаст. Так, хорошо. Как мы все это ищем? А я всего одну выпел. Пройти по запаху крови и ила из канала, используя ведьмачье чутье. Так, из канала. Хорошо. Ну, хорошо. Знаешь, да ты замолчишь, там уже нет. Я на самом деле что-то не вижу ничего значимого здесь. Честно говоря. Странно. Ладно, хорошо. Я, видимо, сегодня не особо глажаст. Так, ладно. Хорошо. Замечательно все. Начинаем. А, ну и пел. Ладно. Это не то. Не то. Да как это может быть? То есть, это не того цвета, да? Ага. Нашел. Ох, короче, сегодня какой-то. За окном у меня такая буря. Нам же обещали сухое и очень жаркое лето, верно? Такое сухое и жаркое лето. 15 градусов и дожди, дожди, дожди. Так и живем. Ты успокойся. Так, и что? Наверное, где-то здесь. А, вот еще, да? Угу. Хорошо. Вот и след. Слушай, тут и рука. Он, короче, на четвереньких практически полз сюда, если посмотреть. Кровь. Свежая. Этому человеку было явно плохо. Неужто... Неужто меня не обманывают впервые за долгое время? Смилуйтесь, господин. У меня больной ребенок. Да не один. Чё-то, мне кажется, заливаешь. Так, хорошо. Вот. Ты чё цепляешься, грязнуля? Не видишь, я занят? Холера, опять я потерялся. Боги. Костлявая. За мной пришла. Так, ну вот, идем мы так. Допустим. Хорошо. Ладно. Теперь наверх или вниз? Я пока же ничего не вижу просто. Не знаю. То ли это... То ли это я, то ли... Ого. Он прислонился к костру. А, во. О, понятно. А сыночек ее физштахом торгует. Короче, какой-то я сегодня рассеянный. Ну, еще не разыгрался. Просто еще такой какой-то был. Тем не менее... Блин, я еще и забыл, что хотел сказать только что. Ладно, не обращайте меня внимание. Просто смотрите на квест. А я... Как только я, собственно, приду в норму, я вам дам знать. Так, как думаете, куда он мог уйти? А, вот следы. Угу. А он как-то не сразу появляется, да? Гераль, ты смотрите. Ну, и я так понимаю... Ого. О, вот и он, благодетельный потерял терпение. Вот где ты, сукин сын. Пять пудов чистейшего физштаханам спалил. Да ты знаешь, сколько это стоило? Лады, ведьмак. Забирай кассу и уматывай. С одной стороны, это охотник за колдуньями, которых мы перерезали больше, чем дофига. Но, с другой стороны, они меня обманули, поэтому оставьте его. Оставьте его. Чудо чудное. Ведьмак защищает охотника за колдуньями. Не хватало еще, чтобы мышь за котом гонялась. Я не шучу. Нет? Ну, давай поговорим по-серьезному. Ну, давай. Хорошо. Как скажешь. Ты же это заплатишь! Так, сначала ты. Это моя новая тактика. Она мне почему-то прикалывает. Не знаю. Она делает игру совершенно язычной. Это у нас падать не хочет, да? Ты будешь падать, нет? Ну, как думаете? Я задал я спасение из твоих рук. Может, не стоит судить по внешности, а потом научить этому фокусу своих друзей? Слушай, я потерял много крови. Мне нужен медик. И побыстрее. Поможешь мне? Ну, вот насчет этого уже нет, извини. С этим спортом. Хотя, сдохнет же. Ладно, давай. Да чего ж вы вежливые становитесь, если вам чего-то нужно. Ладно, пусть это будет моих совести. Я просто ненавижу этих ребят. Давай руку. Ну, тут, по-моему, поступил по-правильному. Просто чувство правильности происходящего оно меня не покидает. Поразительно. Как твои зрачки реагируют на свет? Угу. Я такой. Так, хорошо. Теперь нам нужно заняться тем, чем мы, собственно, хотели заняться с самого начала сегодня. О, вы, трещина улица. Это пипец. Только сначала нужно понять, где у вас здесь, япона-мать, вход и выход. Я так понимаю, что... Это оно? Ладно, ребята, извините. Не буду вас отвлекать. Личите своего охотника за колдунами. А вот, наверное, он. Нет? Нет, это, по-моему, не он. Ну, да. А здесь, в целом, довольно уютно. Куда это я попал, интересно? Где это я? Ну, понятно, что в Новиграде. Ещё один такой же труп. Голова без глаз. Грудь без сердца. Какое чудовище такое. Я уже лучше себя чувствую. И выгляжу лучше, правда? Лучше. Так, что-то мне интересно, про что они там говорили. Но сначала я, пожалуй, часик передохну. Хотя, сначала я, наверное, делаю вот так. Ну, чуть-чуть восстановим здоровье. А потом я сделаю вот так вот. Четырёх потрат. Траты даны, конечно. Что у вас тут за дела, чудовище? Мелины, что ли, объелся? Понятно. Значит, нет работы, говорите, да? Так, хорошо, задание. Мне нужно смертельный заговор. Потому что это офигенно интересно. Что-то с вейпоинтами не то, да? Если так рассмотреть по паролизму. Может, она тут? А, хотя нет. Ой, ладно, побежали. Блин, что с вейпоинтами? Короче, придётся самому вот это вот всё делать. Сейчас я посмотрю по карте, куда мне нужно идти. Потому что этот вейпоинт то в одну сторону показывает, то в другую. Так, сейчас мне нужно подняться в верхний город. И, соответственно, попасть сюда. Ок. И сразу вейпоинты починились. Ну, нормально. Это, кстати, первая серия, которую я записываю с ПОК-фильтром. Ну, то есть, фильтр на микрофон, который глушит звуки там П, всякие, допустим, там Ч и тому подобное. Поэтому, возможно, стало лучше. Но я думаю, вы особого, то есть, особой разницы не почувствуете. Просто те люди, которые мне уже давно писали это сделать, я это сделал. Просто я до этого звук получше чистил, теперь буду похуже, потому что оно и так будет нормально почищено. Мне меньше работы. О, кстати, я давно хотел побывать в этом доме. Уж не сюда ли мы идем? Это публичный дом, я так понимаю. Она создана для любви. Да? Я создан... Ого. Я подумал, птица какая-то орет. Вообще, на скеллиги уже охота направляться, но пока что слишком много было здесь. На счет у вас забор. Бош. Господи. Куда я попал? Ведесед пришел. Притон какой-то. Белый волк, добро пожаловать в Пассифору. Да ты вижу, меня не узнаешь. Мое почтение. Ничего страшного. Когда мы последний раз виделись, наверное, я по-другому смотрелась. Это было... Давно это было. Вы тогда с Лютиком пришли и двумя низушками. Ну и смеху было с этими мальцами. До сих пор вспоминаем. О, извини, но я здесь. Тише, тише. Я отлично знаю, зачем ты здесь. Они ждут. Сюда, пожалуйста. Хорошо. Прошу наверх. Не найдешь. Так, пустите меня, пожалуйста. Что-то какое-то подозрительное окружение. Бандиты. Ведьмак Геральт? Вообще-то давай наверх. Шеф уже ждет. Понял. Смотри, прикольно здесь. Вообще, наполнение помещения очень круто сделано. Так, ну давай. Ах, Геральт. Хорошо. Ты не мог выбрать более уединенное место, чтобы обсуждать покушение. Все только о нем и думают, а многие сами бы за него взялись. Бояться нечего. Кроме того, это место с традициями. Здесь Фалька замышляла свое восстание. И, кстати, покушение на короля Вриданка. Ты, значит, равняешься на Фальку? Если я правильно помню, это самый кровавый персонаж в истории Ридании. Ее восстание изменило ход истории. И это нас объединяет. А что до крови? Мы пустим кровь только Родовиду. И я рад, что ты решил к нам присоединиться. Признаюсь, я не был уверен, что ты появишься. Давай к делу. Все знают, зачем я здесь. Ты звал, я пришел. Все просто. А теперь давай к делу. Думаю, моего товарища представлять не нужно. Роше, ты здесь? Безработные шпионы должны держаться вместе. Когда-то ты защищал одного короля. Теперь готов убить другого? Гордиться тут нечем, но... Я взвесил все варианты и не вижу ничего лучшего. Родовид уже не раз доказал, что его заботят только собственные интересы. Он вторгся в Каэдвен, когда тот умолял о помощи. Когда я попросил его поддержать в Изину, он выставил меня за дверь. Начинается решающий этап войны. Так что действовать надо быстро. У меня не осталось никаких иллюзий. Свободу Тимерии принесет только смерть Родовида. Что-то как-то мы замахнулись, нет? Ну-ка подробнее. Как так? Мне казалось, Родовид — союзник Тимерии. Только до тех пор, пока мои партизаны ему нужны. Выиграв войну, он не станет отходить к прежним границам. Он мечтает построить Северную Империю. Пока он жив, Тимерия свободной не будет. Ну, хватит о политике. Мы не за тем собрались. Родовид угрожает жизни Трис и Йеннифер. Вероятно, это для тебя более важно. От меня что требуется? Ладно. И что вы хотите от меня? Один наш товарищ поехал на встречу с информатором и до сих пор не вернулся. От того, что он узнал, зависят все наши планы. Надо его найти. Лучшего следопыта, чем ты, мы не знаем. Следопыта, значит? Ну-ну. Может, еще что-нибудь расскажите? Например, где вы вашего товарища последний раз видели? Он выдает себя за странствующего сапожника. Он должен был переправиться через Понтор и, скорее всего, прошел через Риданский пост. Там у нас свой человек, возможно, он что-то видел. Зовут его Грегор. Григорий, значит. Угу. Вы посвятили Риданского солдата в план убийства Риданского короля? О, видишь? Даже не все Риданцы готовы терпеть Родовида. А когда простые солдаты замечают, что что-то не так, значит, пора действовать. Хорошо, я за это берусь. Ладно, я поговорю с Грегором. Спасибо. Постарайся не привлекать внимания, если сможешь. И помни, от твоего успеха зависит будущее. Исход войны, судьба Тимерии и всего Севера. Я понял, попробуй не опозориться. Увидимся. Мы рассчитываем на тебя. Тебя видели? Только мадам Сиренити и твой служка. А снаружи? Никто. Что, нервничаешь? Нет, я просто осторожен. И тебе осторожность не помешает. Я знаю. Я покрутился по улицам, чтобы сбросить хвост, если он вдруг был. Я не меньше твоего работал в разведке. И не тебе меня учить конспирации. Прикольно. Может, что-нибудь еще подробности какие-нибудь дадите? Ну, приятно было поболтать, Геральт, но у тебя, кажется, есть дела. Ага, ненавязчиво так. Ладненько, хорошо, давайте двигаться отсюда. Я только посмотрю, что у вас. Странно так вообще. Вот вы меня слышите, может быть, на улице? Забывает буря. И тут за окном примерно то же самое. Да, круто тут, конечно. Ладно, пойдем отсюда. Опа. А, я подумал, что это кровь, а это розы. Я считаю, что это может быть интересно. То есть, что там? Только выкладывай. Не. Интересно само по себе. Потому что такие масштабные квесты, они каждый день упадают. Убить, блин, самого короля Родовида. У нас изданат для любви. Бывает. Пока. Сиренити. Блин, сделали бы игру по Светлячоку. Ну, то есть, многим он более знаком. Не как сериал Светлячок, а как его заключительная часть под названием Миссия Сиренити. Ну, то есть, фильм. Это просто Натан Филлиан, там все дела. Просто офигительный сериал. Наверное, что фантастический. Вот, точно такая погода у меня на улице. Так, хорошо, ладно. Давайте погнали, куда нам нужно. Кофли у меня размокнут. Эта погода вызывает у меня ностальгию. Че это? Что это? Ностальгию погода вызывает. Хотя, а так тоже вспомнишь. У нас, короче, в Уфе есть, ну, садовые участки, огороды, как они называются. И чтобы к ним спуститься, короче, к ним спускаешься. Уфа на горе расположена. Эти садовые участки внизу, в низине. И туда, собственно, дорога. Раньше там сейчас фуникулер сделали, подъем. А раньше была, собственно, эта дорожка такая каменистая и наполовину в грязюке. И каждый раз, когда я вижу вот такую бурю, гром, я вспоминаю, как мы, в общем, спустились в эти огороды. А на следующий, потом всю ночь шел вот такой дождь. Все ко хренам развезло. И по этой дорожке, она, в общем, там асфальт весь кончился сразу. Вся грязь просто залезла. О, господи. Что такое? Грязь залезла на дорогу, в общем, и мы... Я просто вот помню, реально, вот это вот не шутки. То есть, по колено в грязи. Идешь, чавкаешь и вязнешь в ней. Поэтому вот такая погода. Это, в общем, очень теплые воспоминания. Не знаю, к чему я это рассказал. Что, чувак? Что встал-то? Я их режу, как котят просто. Вот реально. Вы не подумайте, я люблю котят. Это фигуры леча. Просто не знаю, это реально превращает игру в какой-то изи мод. Хотя играем нормальные сложности, мы же не слабаки. Я вообще не знаю, может быть поставить игру на хард все-таки и плевать на это достижение. Ну, на самый вере-вере-вере хард. Потому что эта сложность мне особой сложности не доставляет. Было пару моментов, но не более. Я думаю, потом как-нибудь подумаю. Просто очень охота уж ачивку в этой игре. Нахрена нам не нужна. Раньше вообще ржал над теми людьми, которые там вот... Особенно вот эти вот трофи-хантеры, которые как они сами себя называют. Я уже про них рассказывал, по-моему, это люди, для которых смысл игры не сюжет, там, не что-то подобное, не геймплей, а смысл получить все ачивки. И... То есть, они... Им не важно. Новая, старая игра, хорошая, плохая. Для них важна, собственно, легкость получения ачивок, чтобы потом где-нибудь на форуме там... Написать о том, что вот мы там получили полные ачивки. Такую, что подтверждает, что ты не чародей. Без нее в Новиград ни войти, ни выйти. Здрасте, приехали. Зачем вы закрыли город? Чтобы его очистить от магов, ведьм и прочей падали. А то, как началась война, все сползлись в Новиград. Переломим их всех до единого. И спали им на одном костре, как скотину с ящером. Нет у меня такой грамоты. У меня нет такой грамоты. Тогда дальше ходу нет. Следующий. Постой, как грамоту-то получить? Сперва делаешь пожертвования в пользу церкви. Потом за тебя должны поручиться троны. Ага, понятно. Этого пропусти. Вот его документы. Что? А откуда? И твое дело. Давай на пост. Короче, неуполнимые условия. Постой. Это цигерой вина. Служу вечному огню. Любопытно, любопытно, ребята. Подозрительно ты выглядишь, придурок. Короче говоря, по поводу этих трофихантеров я их просто не понимаю вообще. Ну, как бы у каждого свои фоби, своё обучение, поэтому... Да ладно. Каждому своё, как говорится. Но покупать игру по дешёвке, выискивать какую-нибудь шнягу, типа там, я не знаю, которую вообще играть невозможно из-за того, что там 5 ачивок, и они все лёгкие. И получив 5, ты получаешь, допустим, на PlayStation 3 Platinum. И потом хвастаешься ей на форумах. Это как минимум решибленностью пахнет. Извините за прямоту. Так, хорошо, мне не так далеко, но... Латва, я по тебе соскучился. Ну, каждого, опять же, свои мерки пришибленности. Кто-то меня пришибленно наверняка считает. Я думаю, таких людей много. Просто потому, что он сидит, человек, и задротит вот целыми днями. Как обычно, у меня, короче, похмельный синдром. Всякую херню просто берожу, извините. Шевелись, плотва. Вчера ходили... Ну, не вчера, когда вы смотрите, это позавчера. На миньонов. Ну, в кинотеатр. А потом, после этого, вечер перестал быть томным и закончился в 6 утра. Это был пипец. Голова до сих пор болит. Миньоны, если кто не смотрел... Это такая штука, в общем, абсолютно коммерческая. Не стоит ждать от них. Это за мной? По моей души? По мою. Так, ребята, давайте я вас лучше скину все. Абсолютно коммерчески это изначально было. Вы помните где-то, наверное... Слезай, ублюдочный, ублюдок. Лет пять назад был целый культ лошади. Я не буду трогать. Иди куда-нибудь нафиг. Пошел нахрен отсюда. О, загорелся. Так, все. Больше желающих нет. Короче говоря, помните, лет пять назад был своеобразный такой тоже культ. Ну, его активно продвигали. На самом деле, ничего подобного не было. Но его прям преподносили как культ. Вот эти вот... Реймон Рэбит, Рэбитс. Рэвинг Рэбитс. Ну, эти упорутые кролики. Такие вааааааа. Которые... Потом он благополучно сошел на нет. Но это было первые, наверное, пару-тройку месяцев. Смешно, а потом уже реально задолбало. С миньонами, например, то же самое В гадком я они были прикольные Потом уже как-то Уже такое, ну окей Че-то я как-то борщину Да, блин В ту сторону ты скачешь, пацанчик И здесь, примерно, короче, то же самое Вот эта вот Искусственно раздутая шумиха Вокруг этих миньонов Они прикольные, но не более того А тут им целый фильм посвятили Соответственно, фильм ни о чем Ну, как бы, он детский И я понимаю, как ты задолбал уже Соответственно, ждать от него что-то взросло В принципе, не стоит, наверное Но просто некоторые Тот же гадкий я был гораздо более цельной картиной И тем не менее Чисто на проржаться он очень неплох Он реально, там сюжет как таковой Он отсутствует Там просто набор смешных завесовок Но половина из них круто сделана Половина тупо Если любите наркоманский юмор То можно посмотреть Мы туда ходили вообще без детей Такие углы там Сидят, смотрят Ой, короче Пришли мы вроде, да, там Пока я был за всеми этими разговорами Так, здрасте И что тут у вас? Как дела? Не умею, короче, как вы видите На лошади я драться Просто потому, что у меня земле удобнее И я даже не учился То же самое, что Гвинд Не хочу даже Я ищу Грегора Ты его нашел Ты кто? Геральт из Ривии От Дикстри Я ждал, что он кого-нибудь пришлет Идем, пройдемся А шлем где твой? Снял его, что ли? Интересно Славно вы себе пост разукрасили По приказу короля Милостиво нами проразить А что со шлемом происходит? Что они сделали? Справа ворожей из соседней деревни Кому-то не то присоветовал Вот на него и донесли А который слева Так он с соседом поругался А тот возьми и обвини его в колдовстве Так это от людей все беды Это Давид здесь ни при чем А кто, по-твоему, выдумывает законы По которым за такие прегрешения На виселицу отправляют? Зачем ты служишь королю, которого не уважаешь? Деньги А что мне делать? Уродился я реданцем А дезертировать не стану И потом В армию-то я пошел, пока Виземир сидел на троне Вот добрый был король Мудрый и справедливый Родовит Другое дело У него одна война в голове А я не хочу, чтобы Редание когда-нибудь Вот так вот выглядело Понятно Ладно, давай к делу Ты, наверное, знаешь, зачем я здесь Надо думать Из-за нашего знакомого сапожника Проходил он здесь Только обратно не возвращался А вчера патруль видел У дороги брошенную повозку Я думал сходить Я думал сходить, посмотреть Не его ли Но не смог вырваться Спасибо Теперь хоть знаю, где искать Постой-ка Грамот у тебя охрана есть Без нее никто тебя не пропустит Да, все есть Ну и ладно Удачи Спасибо, увидимся Так, ну хорошо Пойдем искать Так, а это мы находимся А, понятно, где Этот будет сто раз По-моему, как только прискакали На эту В общем, территорию Да, вот дерево в висельниках Все понятно Так мы тут и оказались Хотя можно на лодке Да, но на лодке не катались Не шали Не та страна Подожди Должна быть та Ой Ой, Герой, что ты делаешь На самом деле я, конечно Здравствуй, да здравствуй Ой, короче говоря Не спрашивайте Сегодня очень-очень невнимательная игра Очень-очень просто Вообще думаю, не о том Так, все Поехали Парселоном Парахали Ого, там на мосту Видите это Это что-то странное Это, по-моему, что-то сломалось, нет? Или нет? А, это все не пускают Это грамота Понятно Так, ладно, проехали Но ребята тоже странные Вот этот вот мост Они не могут пройти А здесь брод Ну, то есть Тупо вот, я не знаю Это, конечно, не в ней кучить Может, тут он На вышке стоит Дозорно С луками Да, попробую Переплывы Так, что Будем плотву вызывать Или так дойдем? В принципе Осталось 70 Так, здесь лагерь Вот он, по-моему Да, как раз Тот самый лагерь Где мы с вами Все время Устраивали Рубилова Было весело Найти фургон Так, тут фургона По-моему, нет Вроде как Ну, где бандиты Я, конечно Всякий случай Сейчас проверю Но По-моему Тут Вообще Нифига нет Так, это я выпустил Ну, вот какой-то фургон Но это не тоже Этим нет Хорошо Пойдем искать Кто-нибудь Что-нибудь Видит Я думаю На здоровье Сошел Или Не оно Хотя нет Похоже на него Полоска Похоже Не повреждена Странно Надо осмотреться Может Найду Что Следы Драки Кого-то Похоже Оглушили А потом Стащили На землю О, господи Реально Как волки Действуют Пока Один отвлекает Один отвлекает Второй Начинает Со спины Нападать Даже Это Продумали Пой Молодцы Так, хорошо Сварка Стоит что-то Собрать По-моему Нет Но То Но То Все Ничего Не нужно Было Интересно Где Хозяин Этого Башмака Любопытно А вот И второй Башмак Что-то Мне Подсказывает Что Я На Верном Пути Интересно Где Хозяин Этого Башмака Я Что-то Не понял Сейчас А что Столько Башмаков Башмак Что-то Мне Подсказывает Что Я На Верном Пути Так Что-то Я Потерял Давайте Ка Мы Вернемся У нас Башмак Так А Далее Вполне Возможно А Вот Он Интересно Где Хозяин Этого Башмака Вот Еще Один Короче По дороге Мы Сейчас Куда То Уедем Давайте Сохранимся На Всякий Пожар Оказалось Что Пещера Башмак Что-то Мне Подсказывает Что Я На Верном Пути Да Наверное Наверное Не Переставая Это Все На Ходи Дело Интересно Где Хозяин Этого Башмака Я Просто Нажимаю Может Это Как-то Поможет Уполнение Так Ну Так Понятно Что По Эти Дороге Бежать В целом Чуть Задора Там Тролль Так Хорошо Я даже Ничего Применять Не буду Тролль В принципе А Вон Что Тут Делает А Ты Еще И Драться Не будешь Ну Нормально Вообще А Вот А Скелет Чей-то Привет Возьмак Иди Себе Бодки Собираю Да Я Вижу Мне Интересно Откуда Они Тут Взялись Выросли Как Грибы Башмаки Из земли Не Растут Не Знаешь Кто Их Тут Раскидал Рок Не Может Пок И Пок Будут Злые Пок И Пок Твои Друзья Находчики Большие Находчики Нашли Человека А У Него Бодки На Телеге Вот Столько А Что Сделали С Человеком В Пещеру Сделали Вон Туды Понятно Его съели Не Он Костлявый Нехороший Бе Ок Сказал Ему Башмачить Для Ога Пога И Рога Понял Необычно Человеки Носят Так Ог Пог И Рог Хотят Будем Большие Хозяевы Как Человеки Бедолаги Не Знаю К Нем Всегда С Каким Умилением Отношусь Так Ну Че Как Думаете Мне Кажется Что В итоге Это Приведет Все Так К К К К Но Стараемся Обойтись Вот и Пещерка Грибцы Шибальцы А мне Нужно Так Ну я Нашел Пещеру Троли А вот Все Нормально Найти Сапожника В пещере Ок Она Большая Вроде Как Достаточно Поэтому Я Пожалуй У меня Кстати Многие Говорят Типа А че Ты Отдыхаешь А не Используешь Там Допустим Зелье Которое Мгновенно Прибавляет Здоровье Так Оно Интоксикацию Бешеную Добавляет И все Прекрасно Знаю Как Работает Просто Это Гораздо Удобнее Часик Отдохнуть То есть Вон там Видите Под жизнью Интоксикация Когда Используешь Зелье Которое Прибавляет Хилит В общем Интоксикация Такая Что Просто Потом Ничего Не сможешь Использовать Ну ладно А теперь Берите Трамтики Ты Сука Сладкая И Сдав Копу Ёб Хе-хе-хе Хе-хе-хе Фигеть Ты 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 Эх Ладно Может Бог Походу Надо Начинать С чего Попробующий Так Дай И-ка Я подумаю Так Дай Начнем Созок Сука Хе-хе-хе Хе-хе Кукла Нет Сука Сука Хе-хе 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 Ой, блюда Как ты, дебил Окноходчик А ты, водильщик Он, боты и шей Не болтай Так, ладно, пойдем Хе-хе Хе-хе Здорово, бойцы Талер Талер Ну, конечно Кто еще будет учить троллей ругаться О, геральт Сколько лет Этот кто? Спокойно Ок Это мой старый знакомый А я что-то не помню Иди отсюда Или в суп Я ужасно жилистый Это правда Ты только взгляни на него Кожа да кости Ну, господа тролли Мне пора Вы тут потренируйте Чему я вас научил В следующий раз Как тут буду Устрою вам, сука Экзамен Тала Не ходи Тала Сиди на жопе Боты швей Как я вижу Вы подружились Но Талер Должен пойти со мной Никуда не пойти Боты шить Он мне нужен Нужен тут Нужен тут У тебя есть боты У Лога нет У Рога и Пога нет Сделай боты Тогда пойдет Че, мне драться с ним что ли? Так, спокойно Аллер вернется Ему просто надо сходить со мной Взять кожи для ваших башмаков Слушайте, Геральта Он херни не скажет Ну то пе У вас лапище Как корыто Чтобы шить вам башмаки Мне нужно очень много кожи Кусек Мы с Геральтом пойдем сейчас Принесем, сука, коже Потом я вернусь И зажью вам ботинки Для Пога тоже И для Рога Две пары для каждого из вас Козлоёба упрямый Ну пусть идет Только пусть вернется Я знал, что вы славные ребята Скоро вернусь Вот и все Он не умеет обращаться с кровью Никогда не думал Обзавестись детьми Дети Подрался Но я на самом деле Не сильно хочу смеяться Вот честное слово Уроны Хоть чуть-чуть Но полезно Еще чуть-чуть Так Ладно Ребятушки Нужно нам с вами идти Талер Я что-то не помню Талер Вот честно Давайте посмотрим Глосарь у нас появился Так Не, погоди Не, не, погоди Что-то я спешу сегодня Так Бьянка Кстати, если кто не читал Читаем на паузе Талер Герард не ожидал встретить Бернарда Дуката Бывшего начальника Тимирской тайной службы В подобных обстоятельствах Они познакомились Несколько лет назад По моему второму Ведьмаке Когда Дукат под прикрытием Руководил операцией В храмовом районе Визимы Тогда он выдавал себя За скупщика Краденого по имени Талер Талер этот славился Грубостью И был чрезвычайно Нездержан на язык Много воды утекло На сапожник Подошва А, подошва Ага Остался Все тем же Грубияном Подожди Короче, я его очень плохо помню Не буду делать вид, что я его знаю Осталась загадкой Какую роль сыграл он В подготовке Покушения на Родовида И при его опыте И профессионализме Трудно было ожидать Что шпион станет делиться Подобными сведениями Даже со старым приятелем Такие вот дела Угу Как живешь? Как картофельная моль Сижу тихо Глаза не бросаюсь Рубаю картоху Хе-хе-хе-хе-хе Офигенно Надо использовать Ну будь Я сука уже есть Так, ладно Пойдем Картофельная моль Короче говоря, напишите пожалуйста в комментариях Я не очень хорошо помню Честно, кто такой Тайлер Что-то знакомое Но Могу ошибаться Поэтому проще будет Если вы в комментариях напишите Так и люди Которые собственно как и я Не помнят кто это такой И ну просто те кто не знают Просто почитают И я не буду Дезинформацию давать Так Так Сейчас Секунду Секундочку Тайлер Подожди Надо вспомнить Как она у нас тут Как она у нас так к ней светит Это не то Это не то Ага Вот Все Давай Такое ощущение что тут был же Хотя просто место похоже Я знаю Или был даже Да нет по-моему не был Так и куда ты меня ведешь мне вот интересно Пройти за Тайлером Может мне побежать А ты побежишь то Не ничего подобного Ну ладно Мы видим сейчас дойдем до тележки да Ну я надеюсь Короче говоря на этом мы наверное будем заканчивать на сегодня Мы сейчас реально дойдем до его тележки И в общем сегодняшняя серия получилась какой то вот такой Достаточно сумбурной Я с вами по большей части разговаривал Какой то ерунде Как это бывает время от времени И тем не менее Мы с вами по ощущениям начали офигенный квест И что меня радует то что он на природе Потому что в Оксинфорте в Нове Граде я уже засиделся Очень сильно Ну да ладно мы подошли Поэтому давайте посмотрим что он сейчас нам скажет Угу А ну как бы я пришел Я сука уже есть Тайлер офигенный Спасибо еще раз Геральт Отсюда я и сам доберусь Обязательно расскажу Дейкстри и Роше Как ты Огу поднасрал Бьюсь об заклад они обосрутся от хохота Это вообще возможно Слушай в Изиме ты вроде был старьевщиком Как ты вдруг стал сапожником Просто выбрал наименее подозрительное занятие Старьевщик херовое прикрытие Слишком много народу считает себя обманутыми А мне не нужно было привлекать к себе внимание Думал заделаться корчмарем Людей они много видят Каждый что-нибудь да скажет Проблема только в том что ты сидишь В этой своей корчме как шавка на цепи Никуда ты со своего двора не денешься А башмачник может заехать куда угодно В этом можешь не сомневаться Я себе даже вон фургончик организовал Красота С такой гордостью Я на нем сука неплохое состояние сколотил С начала войны Их тура она же вечно куда-то прется А знаешь что бывает когда сапоги стерты Ноги тут же в кровь сбиваются Каждый солдат маму родную продаст ради годных сапог Это не пропадет короче Вот такой Как там говорят без мыла в жопу залезть Что будешь теперь делать? Ну как что? Вернусь в Новиград Там вместе с Дикстрой и Роше Будем выдумывать наш гениальный план Никаких подробностей Прости брат Но хер я тебе что скажу Сука если бы дело касалось только меня Я б тут же тебе все и выложил Я если кому и доверяю То только тебе Но я работаю не один Так что и решение принимать не мне одному Лучше я помолчу Все правильно делать Я понял Так ну ладно Бывай Удачи тебе Ох она мне пригодится Родовит та еще бестия Но мы что-нибудь придумаем Точно тебе говорю Скоро о его смерти весь север будет говорить Постарайтесь только чтобы не говорили про трех убийц которых отправили на дыбу Хе-хе-хе Не боись Геральт Мы не пропадем Бывай Короче вот так Ну и собственно Разберемся мы со всем этим А задание выполнено Я то думал мы сейчас будем участвовать реально в убийстве этого родовида Оно вон как все оборвалось Не поймите меня правильно По моему офигенный был квест Но я думаю он какое-то развитие получит Хотя возможно в будущем и получит Ладно давайте на этом заканчивать В следующей серии Двинемся по остальным квестам Я думаю кстати уже пора подходит Вернуться к черту Который нас рвал просто на британский флаг Но не знаю посмотрим в следующей серии Кстати говоря вышли какие-то То ли обновления То ли дополнения То ли патч Который добавляет в игру Скажем в каждом поселении Сундук в который ты можешь складывать свои вещи Я пока его не заметил Поэтому скорее всего У меня это дополнение видимо получается Если бы это был патч То он бы автоматически скачался в стиме Раз ничего нет Значит это дополнение Значит после этой серии Вот сегодня я сейчас пойду его и скачаю То есть там добавили кучу мелких исправлений И помимо всего прочего Я давно уже сетовал на то Что в игре не хватает Ну собственно возможности Складывать ненужные тебе на данный момент вещи Куда-нибудь в ящик Потому что носил только то что на тебе И временами там просто Вот чтобы про запас что-то оставить У тебя не хватало инвентаря Теперь это исправили И в общем я с этим разберусь В следующей серии все это будет Ну пока что все Напишите мне про Тайлера Кто он такой Че-то я его не помню честно Так и не вспомнил Ну увидимся С вами был Ашло Всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok